Имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства обсудили в Махачкале. Заседание рабочей группы возглавила заместитель председателя правительства Екатерина Толстикова. На встрече говорили о мерах поддержки коммерсантов и наиболее частых проблемах, с которыми сталкиваются представители бизнеса. Подробности в нашем материале. Улучшить условия деятельности дагестанских предпринимателей. Работа в этом направлении в республике ведется еще с прошлого года. Эта встреча – еще один шаг в направлении открытого общения и сотрудничества с бизнесом, отмечают участники заседания. Для нас очень важна сегодняшняя встреча, потому что мы очень много говорим о том, что республика не раскрывает перечни имущества, которые находятся в собственности. И не все предприниматели могут получить права на то имущество, которое находится в республиканской собственности. 27 объектов недвижимого имущества, в том числе 6 земельных участков. Это перечень свободной собственности, которая выявлена в результате проведенной инвентаризации. Любой желающий предприниматель сможет арендовать это имущество и начать свой бизнес. Перечень земельных участков у нас тоже висит на сайте. С ним ситуация немножко сложнее, потому что там очень много обремененных участков. Но в будущем, то есть я думаю, что в октябре, наверное, мы сможем уже полностью раскрыть достоверную информацию о том, какие участки действительно свободны, на которые предприниматели могут заявить свои права. Потому что очень много министерства получает обращений. По данным специалистов, в числе основных проблем, с которыми сталкиваются бизнесмены при обращении за получением государственного и муниципального имущества, большое количество документов и длительные сроки ожидания поддержки. Эту процедуру удалось упростить. В этих целях Минамущества с прошлого года во взаимодействии с МФЦ реализуется проект «Недвижимость для бизнеса». В каждом МФЦ есть сотрудники, у которых бейджик с дополнительным зеленым таким листочком. Это как раз-таки представители вот данного проекта. Можно обратиться к ним и решить все вопросы, связанные с подачей документов, с формированием комплекта документов, с получением информации, не приезжая, допустим, в Махачкалу, в Минамущество. Помимо имущественной поддержки, дагестанские предприниматели могут получить и финансовую. О них рассказал специально приглашенный гость из Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Андрей Чуев. Из нового, наверное, что заинтересует бизнес, о том, что существует финансовая поддержка, которая есть возможность финансирования со стороны МСП банковского сообщества, банков-партнеров корпорации. Также есть возможность гарантийной поддержки. Наряду с региональной гарантийной организацией корпорация может выступить гарантом и предоставить свое гарантийное плечо в части 70% с участием региональной гарантийной организации. Кроме того, существует специальный продукт по моногородам. Это возможность получить финансовую поддержку до 50 миллионов рублей под нулевую ставку, отмечают эксперты. После пленарной части продолжилась работа в группах. По итогам специалисты Минамущества рассчитывают выработать меры по максимальному вовлечению в хозяйственный оборот объектов недвижимости, составляющих казну республики, и включить их в механизм оказания поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Абдурахим Белалав Даганай, Махарбек Амариев. Время новостей.